Посадили за преступление 16-летней давности. В суде индустриального района огласили приговор 64-летнему уроженцу Грузии. В начале нулевых он совершил преступление против представителя власти. Все эти годы мужчина находился в федеральном розыске. Его задержала московская полиция и этапировала в Пермь. Репортаж Елены Яговцевой. На скамье подсудимых 64-летний уроженец Грузии. Единственный имеющийся у него документ, удостоверяющий личность, это паспорт Союза Советских Социалистических Республик. Мужчину обвиняют в преступлении, совершенном более 16 лет назад. В 2001 году сотрудник милиции задержал его за кражу сумки с деньгами и на личном автомобиле повез в отдел внутренних дел. Воспользовался той ситуацией, когда один из сотрудников полиции вышел из-за руля автомобиля, обвиняемый, сел за руль данного автомобиля, завел двигатель, включил передачу и умышленно совершил наезд на сотрудника полиции, причинив ему многочисленные телесные повреждения, в результате которых у потерпевшего образовался тяжкий вред здоровью. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Более 15 лет он числился в федеральном розыске. Задержали мужчину в Москве в прошлом году. Пожилой кавказец вновь совершил преступление. Похитил из припаркованного автомобиля ценные вещи. Его задержала полиция. Тут и выяснилось, что он причастен к преступлению 2001 года. Поскольку у него не имеется паспорта гражданина Российской Федерации, а имеется только паспорт гражданина СССР, он был соответственно арестован под другим именем и фамилией. Но в последующем результате оперативно-расследовательных мероприятий его личность была восстановлена и он оказался тем, кем по сути является на сегодняшний день. Мужчине вменили две статьи уголовного кодекса кража и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сотруднику полиции. Смягчающим инопстоятельством стало наличие у подсудимого четверых малолетних детей в возрасте от трех до двенадцати лет. То обстоятельство, что на иждивении его находится престарелая мать, которая воспитывает его же несовершеннолетних детей, мать которых погибла, и мой подзащитный принимал активное участие в содержании и воспитании детей. Суд вынес приговор. Четыре года колонии строгого режима. Что касается потерпевшего, его уже нет в живых. Получив тяжелые травмы, милиционер не смог продолжать службу в органах внутренних дел. Обострение хронических болезней, депрессия и, как следствие, смерть. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.